В России активно строят не только новые дороги, но и мосты, а ведь каждый крупный мост — это сложное инженерное сооружение. В Сургуте забили первую опору нового, второго моста через реку Обь. По выкладкам местного правительства существующий мост работает с трёхкратным превышением нагрузки, а новый закончит через 42 месяца. Главгосэкспертиза России одобрила проект моста через Каму в Татарстане, который станет частью реконструируемой трассы М7 «Волга». Нынешняя дорога идёт через плотину Нижнекамской ГЭС и фактически через город Набережной Челны. Новый же мост длиной 1300 метров запроектировали ниже по течению, села Котловка, неподалёку от впадения реки Вятка в Каму. Заодно предстоит построить и объездную дорогу у Нижнекамска и Набережных Челнов. В Муромском районе Владимирской области ставят мост через Аку. Это будет вантовая конструкция длиной 1300 метров. Промежуточные опоры уже готовы, над русловыми ещё работают строители, а на правом берегу уже началась надвижка пролётов. Работы на объекте ведутся круглосуточно, а закончить обещают в середине следующего года. Самый длинный из уже строящихся мостов возводят сейчас через Волгу, в 25 километрах к югу от Казани. Пролёты начали надвигать ещё прошлой осенью, чтобы успеть к открытию всей трассы М12. Если старая дорога М7 обходит Казань с севера, то новая магистраль обогнёт столицу Татарстана с юга, неподалёку от аэропорта. В план пятилетнего дорожного строительства, утверждённый правительством России, вошёл трёхкилометровый вантовый мост через реку Лена в Якутии. Строители сейчас расчищают территорию и подводят коммуникации. Дорога соединит малоизвестные сёла Старая Табага и Хаптагай, однако задачи это общероссийского масштаба. Ведь мост позволит подключить к дорожной сети изолированной доселе Якутск и свести воедино федеральные шоссе Вилюй, Лена и Колыма. Ещё один мост появится на новой платной трассе М11 Москва-Санкт-Петербург. Чтобы замкнуть её окончательно и, наконец, избавить от транзитного потока Тверь, построят мосты через реки Волгу и Тверцу, а вместе с ними и новый северный обход города Твери — единственный недостающий участок трассы М11, который позволит к концу 2023 года на час сократить время в пути между Москвой и Петербургом. А напоследок перенесёмся на юг, где на трассе М4 возводится новый мост через реку Дон. Сооружение длиной 1900 метров войдёт в состав нового 35-километрового платного участка — восточного обхода агломерации Оксая и Ростова-на-Дону. Субтитры создавал DimaTorzok